добрый день дорогие друзья пришло время нашего очередного урока и она как раз выпала на канун праздника шивот да подождем секунду-другую чтобы увидеться что мы в сети что все нормально что может быть кто-то появится из подключенных и начнем и начнем наш урок вот влад косов здравствуйте если не слышно или как-то так не видно вы мне сообщите добрый день добрый день но тот факт что сегодня у нас начинается праздник шивот он видимо играет определенную роль определенное значение и понятно что именно об этом хочется и поговорить о празднике шивот надо вам сказать что об этом празднике теперь все говорят всем добрый день еще раз праздник шивот праздник важный ну собственно как любой праздник любой праздник важен и шивот важен и естественно хочется о нем поговорить как-то в плане того что что неожиданно что вот ну ну не так не так привычно может быть нашему уху нашему пониманию потому что вы понимаете о любой вещи можно говорить на разных уровнях можно говорить а можно говорить на самом простом уровне на уровне пшат то есть объяснять что вот у нас праздник дарования тары и всем известно что он происходит шестого сивана и история тоже известна она описана вторе у нас вот в книге шмот глава и тро там все написано что в первый день месяца сиван мы стали у горы сина и все что случилось там случилось ну и как казалось бы казалось бы все понятно казалось бы все понятно но вот это вот все понятно меня лично всегда смущает да потому что когда все очень 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 понятно то возникает подозрение что мы проходим мимо мы пользуемся стереотипами на мой взгляд самое самое опасное самое тяжелое это это колея это колея знаете когда ты попал в колею и тебе удобно тебе удобно не нужно думать она тебя выведет туда куда нужно вместе со всеми и это хорошо но на самом-то деле она тебе не позволяет тебе лично увидеть тот мир который можешь увидеть ты потому что каждый должен увидеть свой мир у каждого и свой мир несмотря на то что у нас есть один общий мир поэтому всегда хочется найти праздники шавод что-то такое которое заставило бы тебя задуматься оба по этому поводу и понять что сегодня сейчас для тебя очень важно ну конечно же по большому счету нужно поговорить о всех праздников суть принципа всех праздников я как-то пытался об этом рассказывать что в еврейской традиции праздник это не некое историческое событие которое мы сегодня отвечаем не то что вот там много-много лет тому назад там 300 тысяч лет тому назад мы стояли с вами у горы сина и вот по этому поводу помня это из поколения поколения мы сегодня устраиваем вот такую вечеринку в память об этом в еврейской традиции праздник это нечто другое праздник это то что происходит здесь и сейчас ведь мы с вами говорили что есть материальный мир есть духовные миры я не взаимодействует и события внизу и отражается событием наверху и что когда приходит вот этот день допустим вот 6 сивана то в духовных мирах это событие точно повторяется в том же виде в каком было естественно оказывает влияние на нижний мир а и нижний мир это влияние может воспринять и поэтому та энергия которая спускается вниз энергия того или иного праздника она нам очень нужна поэтому нам нужно попасть в этот праздник и мы эту энергию получим но это так в общих словах ну а теперь мы поговорим конкретно о празднике шавот праздник на самом деле всех трех праздников у нас есть три праздника паломничества да шалош рогалим три праздника поднятия на эти три праздника народ приходил в иерусалимский храм когда храм существовал поэтому это называется праздники паломничества пейсах шавот и суккот так вот из всех трех праздников паломничества праздник суккот самый странный самый праздник шавот самый странный ну во первых почему во первых потому что нет точного числа, когда этот праздник должен состояться. Если о Пейсахе Илия Суккот сказано, что они должны состоять внос 14-15 дня месяца Ниссан, будет то-то и то-то, вы должны принести курбан, жертву, а потом выйти. То есть четко указано, когда. Также указано время праздника Суккот, там 15 дней месяца Тишрей, и все четко и ясно. Сказано, какой день, какого месяца это все должно происходить. А вот праздник не сказан. Сказано только, что мы после того, как принесем жертвоприношение Омера от нового урожая, мы должны отсчитать 7 полных недель, 49 дней, значит, и на 50-й день мы должны принести Минха Хадаша. То есть новую хлебную жертву для Всевышнего в виде двух хлебов, двух квасных хлебов. Так это сказано. В другом месте сказано, что этот праздник называется праздник Шавот, то есть недель, вот как раз те самые 7 недель. Поэтому число, число, дата не указано. Указано только то, сказано только то, что мы должны считать. Считать, ну и обрящим, видимо, да, будем считать, считать, считать и придем. Это тоже очень важный момент. Не говорится когда, а говорится, что будет. В связи с этим я хочу просто вам напомнить, вы, наверное, все знаете, вот один из моих любимых анекдотов, очень, мне кажется, очень умный анекдот, очень старый, давний анекдот, когда старшина велит новобранцам копать траншею. Помните, он их собирает и говорит, значит, товарищ новобранцам, вы будете копать траншею от забора и до обеда. Вот это, мне кажется, очень точно отражает сущность праздника Шевод. То есть забор, он конкретен, он вот здесь, вот здесь, вот втыкай лопату и начинай копание, да. Когда же будет обед тогда, когда ты выкопаешь то, что нужно выкопать, тогда и будет обед, да. Все скажут, а, обед, обед по расписанию, обед там с часу до двух, нет, это как в пионерском лагере. А там у старшины, видимо, имеется в виду то, что когда они закончат этот процесс, у них наступит обед, может быть, сегодня, может быть, завтра, может быть, через час, может быть, через пять часов, поэтому до обеда. Копать нужно до обеда, и сам процесс копания, он и определит вот эту точку, которая называется обед. Так и что вот, мы знаем, когда мы вышли из Египта, мы знаем, это было на 15-й день месяца Ниссан, и мы не знаем, когда мы придем. И потом вот этот обед, да, вот этот семь полных недель, еще нужно посчитать, да, еще досчитать, не сбиться, быть сосредоточенным, и вот тогда, может быть, все и случится. Значит, первое. Странность, нет даты. Вторая странность, как вы заметили, из трех праздников паломничества, первый и третий имеет продолжительность, да, они имеют семь дней. Песах имеет семь дней, и по существу Суккот имеет семь дней. Восьмой день Суккот – это уже другой праздник, праздник, который называется Ацерет, Ацерет Шмени. Восьмой восстановку. Но это свой праздник, он, конечно, завершает праздник Суккот, но это не праздник Суккот, это отдельный праздник. Поэтому и праздник Суккот, и праздник Песах имеют продолжительность – семь дней. Казалось бы, по логике вещей, Ишавод должен быть в течение семи дней. Почему вместо семи дней один день? Вот этот праздник, один день. И самое важное для меня, может быть, вы не знаете, но в Талмуде есть дискуссия, какого Сивана был этот праздник в первый раз, когда Муше получил Тару на горе Синай. Когда он туда поднялся, когда мы стояли у горы Синай, какой этот день был недели. Но если вы сейчас сегодня начнете считать, вот второй день после Песоха и просчитаете 49 дней, 50-й день как раз окажется шестой день месяца Сиван. То есть, по существу, сегодня вечером. Но было ли это в первый раз так? Это большой вопрос. Я специально приготовил Талмуд, чтобы вам показать, что здесь есть спор. То, что называется, здесь есть векуах. Есть различные точки зрения. Это вот я держу сейчас в руках трактат Талмуда Шаббат. Да, и я нахожусь сейчас с вами, вот, Шаббат, строчка, страница Пейвав, Амудбет, второй лист. И там четко и ясно написано следующее. Я вот его прямо перевожу с листа. Значит, Танну Раббанан. Учили, значит, наши учителя. Бешишибы Ходыш, 6-го числа месяца, нитну асеретадиброд. Были даны 10 речений. Значит, 6-го дня вот этого месяца, вот этот месяц, имеется в виду вот этот месяц, Сиван, были даны асеретадиброд. Ле Исраэль. Израэлю были даны 10 речений. Дальше. Раби Йоси Омер. Раби Йоси сказал, Бешивабо, 7-го. 7-го. И дальше они начинают дискуссии. Дальше они начинают подробно рассчитывать, где, когда, что, каким образом, в какой день он поднялся. И действительно, я сегодня там читал, если вы откроете главу Итро, да, глава, по существу, глава 19-я, вот с самого начала главы 19-й, первый пасук, с этого момента. Прямо вот с этой главы, первая, значит, 19-я и первый пасук, начинается, когда мы пришли, вот, 19-я, 1-я. Баходыш Ашлиши, в третий месяц, ла цедне Исраэль ми мерес Митсраим, когда по выходу сынов Израиля из Митсраима, ба йо Мазе, в этот день, бау Митбар Синай, пришли в пустыню Синай. И дальше, вот, начинается рассуждение. Там большой спор между вот мудрецами и Рабьеси, вот этот Рош Ходыш, начало месяца, на какой они недели приходится, да? Потому что одни считают, что Рабьеси считает, что это был Йомри Шонбе Шаббат, то есть это был первый день недели, а мудрецы считают, что Рош Ходыш был второй день недели. И дальше они начинают внимательно просматривать, сколько раз он поднимался, сколько раз он спускался, и я это тоже прочитал сегодня, и знаете, там могут быть трактовки. Там можно принять один подъем за два подъема и посчитать, сколько было подъемов, сколько дней было ему сказано готовить народ, и что значит Йоми Акбаа, то есть дни, когда они не должны близко подходить к горе, и дни, когда они должны быть отстранены от женщин, сколько это было дней, два или три, когда они должны постирать были одежды свои. То есть на самом-то деле так написано, что есть варианты, есть варианты, и эти варианты могут быть по-разному восприняты. Так что то, что вот есть спор между мудрецами и Рабьей Йоси, это вполне нормально. По крайней мере, мы должны знать, что да, действительно, закон принят так, как говорят мудрецы, что в Йом-Шиши, в Йом-Шиши на шестой день по приходу, шестой день месяца Сиван, вот именно тогда у нас стояние у горы Синай. Но надо не забывать, что есть вариант Рабь Йоси, который говорил, что не Йом-Шиши, не Шезни, а на седьмой день. И как раз это выпадает, получается, на Шаббат, что по варианту Рабь Йоси как раз вот стояние у горы Синай вот там выпадает на Шаббат, было в Шаббат. А у них, получается, что не совсем. Ну да, в Шаббат будет, но тогда у них просто рушходы с начала месяца сдвигаются не в первый день месяца, а во второй день месяца. Короче говоря, вот такой, то, что называется, наиврите махлокет, или вот спор, существует. И, конечно же, хорошо бы понять, почему существует такой спор. Всякий раз, когда мы наталкиваемся на какое-то непонимание, на какую-то дискуссию, она очень важна для того, чтобы даже не для того, чтобы получить ответ, даже не в этом дело, а дело вот в ходе рассуждения, в ходе размышлений. Потому что самое ценное, что есть у нас, это методика, так скажем, методика размышлений. Как мы доходим до того или до другого момента, какими способами мы организуем вот это понимание, вот этот материал. Это на самом деле самое интересное. И поэтому именно Талмуд, Мишна, Талмуд являются, ну, как бы, по-настоящему глубоко еврейскими книгами. Потому что, допустим, Тара, Библия, она не только еврейская, и другие народы им пользуются. А вот Талмуд, он как раз и показывает нашу внутреннюю дискуссию и способ организации мысли. Вот это вот на самом-то деле самое-самое важное, что у нас есть. И поэтому, если действительно человек хочет проникнуть вовнутрь, он, конечно же, должен изучать Талмуд. Конечно же, Талмуд там вот. Хотя это, как бы, достаточно сложно сегодняшний день, потому что там не только еврейский язык. Там есть арамит, арамейский язык, на котором мы сейчас не разговариваем. Ну, там определенный набор фраз. И потом, допустим, тот же Талмуд Штейн-Зальца, он дает перевод на еврейский язык. И объяснение тут же. Так что это все нормально. Значит, я хочу с вами сегодня разобрать, почему возникает дискуссия между мудрецами и раби Йоси. Почему шестое или седьмое число? Чем оно отличается и насколько это важно или не важно? Хотя сегодня, вообще, принято шестое. Шестое с Ивана – это праздник. Сегодня вечером начинается праздник. Первое. Значит, что сказано? Что произошло в этот день? Нетну асеретадиброд. Были даны десять речений. Распространенная ошибка – говорить о десяти заповедях. То есть, вот эти вот скрижали, два камня, на которых есть надписи, все их называют десять заповедей. Это неправильно. Это не десять заповедей, это десять речений. А речения с заповедей отличаются. Очень интересно, обратите внимание, в иврите немаловажно, какой глагол употребляется. Вайомер и сказал, да? Вайдабер и говорил. Сказал и говорил. Это не одно и то же. Когда Всевышний творит мир, в самом начале, в книге Берешит, написано Вайомер. И сказал Всевышний, да будет свет. И тут же стал свет. Вайомер. Вайомер не обсуждается. Вайомер тут же реализуется. А когда Вайдабер, асеретадиброд, то есть вариант. Когда Всевышний сказал, да будет свет, тут же стал свет. Да произрастет дерево, тут же произросло дерево. Но когда Всевышний Вайдабер и говорил там, допустим, не убивай или не кради, есть варианты убивать и красть. Вы же понимаете, да? Что это неоднозначно тут же реализуется. Что асеретадиброд – это не заповеди. А асеретадиброд – это речения. Они больше, чем заповеди. Например, сказано, там, не знаю, четвертое речение. Соблюдай день субботний. Захор от Йома Шаббат. Помни день субботний, соблюдай день субботний. По-разному там было сказано. Так вот, чтобы это выполнить, это исполнить, нужно, на самом деле, выполнить огромное количество заповедей. Для того, чтобы соблюдать, помнить шаббат, десятки, может быть, и сотни заповедей нужно выполнить, чтобы вот это речение реализовать. Речение – это шире. Речение – это как глава. Знаете, вот глава. Глава имеет название. А потом начинаются пункты, параграфы. Вот заповедь – это параграф. Заповедь должна быть очень точной и понятной. Над заповедью дискутировать не надо. Заповедь должна быть однозначна. Когда сказано, допустим, почитая ца и мать свою, вот это вот пятое речение, на самом-то деле, а как почитать? Вот просто в двух словах. Можно ли объяснить человеку, что он должен делать, чтобы вот это вот почитание реализовалось? Что он им должен, я не знаю, материально помогать или улыбаться, или вставать при их присутствии, или приглашать их на обед и на ужин, или давать им кровь? Ну, он что-то должен делать, чтобы почитать? Может быть, все это вместе и составляет почитание отца и матери, да? Или там, не делая изваяния. Что такое не делая изваяния? Не делая себе башков. Ну, например, я не делаю себе башков, но, допустим, я очень увлечен, ну, не знаю, игрой в шахматы. И шахматы для меня становятся всем в жизни этой. Вот хорошая игра, замечательная игра. Но кроме шахмат у меня ничего не существует. Может быть, я в этот момент вот этим своим предстрастием и создал идола? Я ничего не строил, я не строил ничего. А идола создал. Поэтому речения – это больше, шире, чем заповедь. И вообще наши мудрецы говорят, что в десяти речениях содержатся все 613 заповедей. И поэтому впредь, когда вы будете с этим сталкиваться, не говорите, что там он дал 10 заповедей. Нет, это не 10 заповедей, это 10 речений, которые содержат огромное количество заповедей. Каждое речение может содержать много заповедей. Вот это я хотел вам вначале сказать. Ну, и сейчас мы перейдем к моменту, какого же числа мы стояли у горы Синай – 6 или 7? Ну, известно, что мы вышли к горе Синай, и уже было утро. Было утро. То есть мы не вечером пошли к горе Синай, мы вечером, летите себе, спокойненько спать. Выспались, и на следующее утро там была побудка, мужа всех поднял, и мы с ним отправились к горе Синай. Ну, я не знаю, 8, 9, 10 часов. Наверное, он дал им выспаться. Но, кстати, вот это одна из причин, почему вот сейчас мы должны вот ночью учить. Потому что сказано, что в ту ночь мы не очень-то волновались перед таким важным событием. Мы себе там легли, спали, не думали ни о чем. Так вот сегодня и на протяжении всех веков этих последующих мы должны вот эту ночь не спать. Мы должны бодрствовать. Мы должны не просто бодрствовать, мы должны изучать, ну, желательно, до самого утра или хотя бы несколько ночных часов. Есть специальные книги, вот я уже себе приготовил. Вот такая книжечка, она называется «Тикун Лейл Шавот», то есть «Исправление вот этой ночи». И эта книжечка замечательная, потому что здесь есть отрывки из всех разделов нашего учения, начиная от Тары и кончая книжкой Зоар. Все-все-все, и Мишнает, и Гмара, и все-все-все-все-все есть по кусочку. То есть, по идее, я должен за ночь прочитать эту книгу. Ну, может быть, не всю. Может быть, не так углубленно, но чтобы каждый раздел Тары мною был как-то так тронут. Это потому, что в ту ночь мы спали. Если бы мы в ту ночь себя как-то по-другому вели, может быть, что-то и получилось по-другому. Ну, вот, значит, мы вышли где-то утром. Утром. Теперь так. Я для себя определил два объяснения, почему Моше взял и перенес вот этот вот момент стояния у горы Синай на день, на день позже. Вообще, тут же Талмуд через два листа, через два листа буквально, говорит следующее. Вот он говорит следующее. Он говорит, что три вещи, три вещи сделал от себя Моше. Какие три вещи? Он добавил один день при получении Тары. А он, после того, как получил Тару и вернулся, он больше не жил со своей женой. Первый, он взял свой этот шатер, он и отнес от шатра жены, и больше как бы не общался со своей женой, как муж и жена. И третье, что он сделал, он разбил первый скрижаль. Вот эти три вещи наши мудрецы говорят, что он сделал от себя. Все остальное он просто выполнял то, что ему велит Всевышний. Он от себя ничего не добавлял. А вот три вещи он добавил. Значит, скрижаль разбил, от жены ушел, ну не развелся, просто перестал с ней жить. И добавил один день при акте дарования Тары. То есть не шестого Сивана, а седьмого Сивана. И написано, что Всевышний это воспри. Он не наказал его, более того, это ему как-то понравилось. Значит, как я лично для себя объясняю вот эти два момента, почему он перенес с шестого на седьмое Сиван. Значит, смотрите, все время я делю на два периода. До потопа и после потопа. До потопа время у всего человечества избиралось по принципу «и был вечер, и было утро». Вот как написано в первой главе «и был вечер, и было утро, день один», «был вечер, было утро, день второй» и так далее. И так далее, это шло. Значит, вот вечер, утро, Эрек Бокер, это вот система отчета времени. После того, как совершился вот этот самый потоп, осталась одна семья Ноя. Вот они вышли, обосновались, и Всевышний снова заключает с людьми союз. И тогда вот говорится очень интересно, что и ваше утро, и ваше вечера я больше трогать не буду, я их не буду поражать. Ваше утро и ваше вечера. То есть система переходит на утро-вечер. Утро-вечер-омудрение. То есть система измерения утро-вечер. Значит, допотопная система – это вечер-утро, а послепотопная система – это утро-вечер. Так вот, у нас, у евреев, на сегодняшний день мы видим систему утро-вечера. То есть у нас день начинается вечером. Значит, когда, по идее, должна начинаться утром, как и все, мы же послепотопные люди. Но получается, что в какой-то момент система была переведена обратно к допотопной. Когда это произошло? Мне кажется, это произошло как раз, когда появился народ Израиля у горы Синай. Ведь у горы Синай происходит рождение еврейского народа. Когда еврейский там народ стоит, он рождается в этот момент. Когда он принимает на себя хаму Царства Небесного, в этот момент все эти люди, семья и прочие вышедшие становятся еврейским народом. Вот в этот момент и изменяется система на вечер-утро. Потому что послепотопная система – это утро-вечер. Поэтому Муше их выводит утром. И для того, чтобы должен вывести утром, чтобы был еще целостный день, он как бы дотягивает его до конца, чтобы был полный шесть дней, до вечера. И тогда вот следующий, получается, на седьмой день уже система поменялась. И таким образом он возвращает систему отсчета времени к допотопной. Поэтому он добавляет еще один день. Это первое. И второе. И второе очень важное, на мой взгляд, умение. Вот если мы откроем самую нашу важную законодательную книгу Шулхана Рух. Что написано в Шулхана Рухе? В Шулхана Рухе написано, что вот этот вот день, что в шестой день, я где-то здесь даже выписал для себя. Вот написано. В этот день, этот день праздника Шулхана Руха, время дарования Тары нам. Время дарования Тары. Значит, о даровании Тары в Таре ничего не написано. Это написано только в Талмуде и, ну, в устной Таре написано о даровании Тары. А так, как называется, либо Шавуот, либо Хага Бекурим, либо два хлеба полных, принесенных, да, в жертву. То есть, никакой матан Тары нет. Матан Тура, дарования Тары, это уже от наших мудрецов. Значит, в Шулхана Рухе написано, что это «зман матан Туратейну» – время дарования Тары. И действительно, есть такой мидраж, он тоже приводится здесь в трактате Шаббат, что когда мы собрались у горы Синай, Всевышний поднял над нами гору и сказал, «Берете ли вы мою Тару? А если да, то будете жить и процветать. Если нет, тут ваша могила. То есть, я гору опущу и вас похоронят». Вопрос, был ли у нас выбор, когда мы посмотрели наверх и увидели вот подножки этой горы, что мы могли сказать? Мы могли сказать, не, мы не возьмем, дай нам время подумать, мы хотим подумать. Нет, выбора не было. Мы однозначно сказали, ну, конечно, конечно, возьмем. Посмотрели, сказали, конечно, берем. Ну, о чем дальше? Берем, взяли. Поэтому вот это дарование Тары, оно было, ну, мягко выражаясь, насильственным действием, насильственным актом. И знаете, наши мудрецы говорят, здорово, хорошо, что это был насильственный акт. Почему? Потому что вот этот акт, он олицетворяет собой как бы хупу, такой брачный союз между Всевышним и еврейским народом. И в данном случае Всевышний выступает в качестве жениха, еврейский народ в качестве невесты. Так вот, чтобы вы знали, когда брачный союз заключается под давлением, то есть, когда у невесты нет выбора, или у кого-то нет выбора, она не может сказать да или нет, она вынуждена, да? То есть, насилие совершается и заключается брачный союз. Так вот, закон говорит, если брачный союз заключен, был при помощи насилия, его нельзя расторгнуть, он навсегда. То есть, разводное письмо больше давать нельзя. Нельзя делать развод, если это насильственно. Поэтому, с одной стороны, и на неприятное, что было насильственно, с другой стороны, развода делать больше нельзя. Всевышний не может, как жених, сказать, знаете, что вот вам разводное письмо, идите. То есть, он может отправить нас на какое-то время, отослать, наказать, но развестись с нами не может, поскольку был насильственный акт. Значит, Всевышнему важно было, чтобы вот эта Тара, которая, по нашему представлению, была до сотворения мира, сказанная, и смотрел Всевышний в Тару, и творил мир. То есть, Тара, как некая концепция, как некий план, по которой создано все мироздание. Значит, ему важно было, чтобы эта Тара была как-то реализована и доставлена в мир. Ну, для этого, собственно, и появился еврейский народ, как избранный народ. И Всевышнему нужно было, чтобы этот народ вот эту Тару взял. Поэтому он им говорит, что вы мне нужны, вот, как носители и передатчики этой Тары. Вот вам, вот моя ктуба, Тара, которую вы должны взять и получить. Поэтому насильственно. Но что интересно, написано в этом же Талмуде, в Масахе Талмуд, написано, в Масахе Шаббат написано, что, да, действительно, дарование Тары было в шестой день месяца Сивана. Но, но, написано, Гадур Кабалуга Беяме Ахашвирош. Но потом сыны Израиля вернулись, возвратились, не физически, а. И приняли Тару по собственной воле, и это было во времена Ахашвироша. То есть, во времена Эстера Мардыхая. Это, ну, так скажем, лет через 600-700, да. То есть, мы говорим, времена Эстера Мардыхая – это где-то V век до нашей эры, а тот был XIII век до нашей эры, но много времени прошло. Значит, есть два процесса. Есть процесс дарования Тары, а есть процесс принятия Тары. То есть, вам принесли книжку и подарили. Книжка – лучший подарок. Вы сказали, спасибо, вот теперь у меня есть книжка. И положили ее на полочку. Она ваша, конечно, на ваша. Но вы же ее еще не читали, да? Вот когда вы ее прочитаете, тогда вы ее присвоите, вы ее получите. Это как будто Кабалат. Вы ее взяли, впустили в себя. То есть, она ваша в самом начале. Вот такого-то числа, день рождения, дали книжку, она ваша. А когда вы ее на самом деле приняли, да, получили вы в этот день. А когда вы ее впустили в себя, не обязательно, что в этот день. Скорее всего, что в другой день. Поэтому и наши мудрецы говорят, да, шестого Сивана было Матан Тора. Как сказано в Шурхана Рух, Матан Тора было. Но Кабалат не было шестого. Нужно время. Между получением Торы и принятием Торы должен произойти процесс. Процесс. Так вот, смотрите, мы начали с того, почему не шесть дней, не неделя, а один день. Потому что на самом деле Матан Тора, получение Торы, это мистический процесс, это неестественный процесс. Дарование Торы происходит мгновенно. То есть, оно даже не от нас зависит. Более того, я хочу сказать, что это точное название Матан Торы. Просто нужно понять, что Тора есть Тора Всевышнего и есть Тора Муше. Та книжка, которую мы получим на 40-й год нашего путешествия в пустыне, та книжка, вот эта, которую я держу в руках, это называется Турат Муше. Это Тура, которую записал Муше и нам дал. Но есть еще, как написано в псалмах, Тора Всевышнего, она тмима, она полная. И Тора Всевышнего была нам получена в ту секунду, когда произошло божественное откровение. Вот когда Всевышний через божественное присутствие открылся нам на горе, у горы Синай, мы были внизу, он сверху, открылся, да, в эту секунду произошло нечто, и все эти люди, которые там стояли, они получили вовнутрь вот эту инъекцию, которую я называю дарование божественной Торы. В нас вошла божественная Тора. А Тора Муше, она по содержанию очень близка к божественной. Видимо, Муше единственный человек, который мог записать, ну, ближе всего к смыслу материальными словами, то, что нам Всевышний передает. Вот был Муше, наверное. Никто другой на эту гору подняться не мог. Но это не полное соответствие внутренней Торы. Внутренняя Тора – это Тора Всевышнего, и она всегда присутствует в нас. Поэтому мы считаемся народом книги. Не потому что мы читаем, а потому что мы эту книгу несем в себе. Значит, есть внутренняя Тора, которую мы получили мгновенно. Поэтому одного мгновения достаточно получить Тору. Вот воспринять ее и воспринять, да? Нужно время. Нужно время. И поэтому вот это вот шестое и седьмое число, это как раз и показывает, что есть какой-то зазор между получением и принятием. Принятие – это уже осознанный процесс. Это когда мы берем Тору Муше, мы ее читаем, мы ее понимаем, и она у нас входит в гармонию, вот эта внешняя Тора Муше и внутренняя Тора, которая в нас. Поэтому вот две причины, почему вот Раби Йоси, мне кажется, прав. Почему не шестого, а седьмого числа первый раз мы вот у горы Синай присутствовали при Божественном Украине. Чтобы перевести систему из утро-вечер в допотобную систему. Вечер-утро – это первая причина. И второе – чтобы был процесс между дарованием Торы и принятием Торы. Да, дарование Торы шестого, а принятие позже, позже, на день седьмого числа. Вот это, ну, конечно, это такие мои рассуждения на эту тему. Так что смотрите, вот этот абсолютно мистический праздник, все праздники мистические, но этот самый мистический, который длится день как неделю. День как неделю. Он тоже длится неделю, но на самом деле день. День как неделя. Это день рождения еврейского народа. Это день, когда возник еврейский народ, потому что Тора Всевышнего вошла во всех тех людей, которые там находились, стояли. А в дальнейшем это будет происходить шестого числа. Всякий человек, который проходит Гиюр, он тоже становится у горы Синай, он тоже проходит этот процесс, он принимает Тору вовнутрь. И поэтому войти можно, а выйти нельзя. Войти можно, а выйти нельзя. Поэтому всегда тот, кто хочет принять Гиюр, ему советуют подумать семь раз, прежде чем он начнет это делать. Потому что войти, да, а если он там решил пошутить, а вот выйти вот уже нельзя, выйти уже не получится. Вот это я вам хотел сегодня рассказать. Я хочу посмотреть, может быть, какие-то есть вопросы. И мы тогда, кроме того, что вот мы здороваемся, здравствуйте всех, наступающим праздником. Хорошо. Все семьи, да. Всем братьям, да. Хорошо, хорошо. С праздником. Третий храм неземной. Так. Шестого или седьмого, да, да, спорят, точно спорят. Ах, 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 Ах. Так. Всех поздравляем с праздником Шавот. Ну, вы, наверное, знаете, что сегодня нужно есть молочное, да, по двум причинам. Потому что, ну, во-первых, мы учили законы о кашруте и не успели подготовиться. Ничего кошерного мясного у нас не было. Нужно было время на это. Поэтому мы ели молочное. Ну, и плюс к тому, что праздник Шавот удовлетворяется с рождением народа. Ну, а вновь родившийся, он, как правило, питается молочком. Он мясо еще не ест. Поэтому мы едим молочные блюда. Ну, можно после молочного, там, легкого молочного прополоскать рот и поесть мясного. Это ничего страшного. Ну, все. Вроде как конкретных вопросов нет. Всех с праздником. С праздником Шавот и с праздником Шаббат. В Галуте Шавот будет два дня. Ну, у нас будет второй день Шаббат. Ну, он тоже праздничный. Поэтому я и всем желаю хорошего праздника. Веселого, радостного, вкусного, сытного и хорошей субботы. Всего хорошего. Хак Самея. Хвей. Шаббат. Шалом. Хвей. Шаббат. Шаббат. Шаббат.